Немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпоха просвещения и революции. Известный немецкий физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике в 1921 году, общественный деятель, гуманист. Следующий вопрос. Известный немецкий поэт, философ, историк, теоретик, искусство и драматург предоставил... Правильно. Листья. Какого дерева в Германии являются одним из национальных символов страны? Варианты ответов. Клюв, сосна, гумен, осина или дуб. Дуб. Правильно. А, то мы теперь даем лёсочку. Только тут... А, я ещё пока не здесь. Определите марку этого немецкого автомобиля. Вам видно всем? Нет. 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 Девушки сидят. И есть варианты. Обиль. 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 Это, я думаю, вы их знаете, в обмоте не будет хора. Обиль. Сказка о девушке с очень длинными волосами, которая была в конце Эраконс. Молодец. Дрезден. Определите, какой из немецких федеральных земель? Бавария. 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 Следующий вопрос. Что означает «грюд макерю». Какие варианты цвета? Это немецкий народный танец. Немецкая народная песня? Нет, ребят, думаем. Немецкая народная мелодия? Да, танец. Что сказал танец? Правильно, это танец. Какой немецкий город прославился на весь мир? Правильно. Кто? Хель. Какой из перечисленных мероприятий символизирует открытие «Октобер-песта»? И вариант ответа. Любой курант. «Октобер-песта»? Правильно. «Октобер-песта»? «Октобер-песта»? Из первой бочки пиво мэром города Минкан. Что означает название страны Германии в переводе на английский язык? Нет, нет. И варианты ответа. «Человек и копье» — немой или не говорящий по-нашему страны людей, жители Алимании? Жители Алимании? Нет. Страна людей? Нет. «Человек и копье» — и контажер. Нет. Здравствуйте. Следующий вопрос. Какому животному из советского цирка удалось получить водительские права в Германии? Правильно. Медведь. Даже без вариантов. Правильно. Ребята, спасибо вам огромное за участие, за внимание. Давайте подсчитаем количество звездочек. У кого сколько? Называйте, что я напоминала. Семь? Две? Две? Десять. Десять, семь и две, да? Да. Так. Значит, ребята, начнем с третьего места у нас разделили два человека. Три. Еще есть два. То есть три человека по два, по две звездочки. А можете поднять ручки, чтобы я вам вручила призы? Две. 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 И... Рома, да, человек? Хорошо. И второе место. Это у нас семь, да, звездочек? Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем. И почетное первое место у нас... У нас получает... Вас зовут Александр Оксанов. Очень приятно поприветствуем победителей. Привет. Поздравляем. 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 У нас сейчас такой интересная программа, скажем так. Это даже немецкая сутка академических обменов, да. Вы наверняка о ней слышали. Поздравляем. Советую вам посетить сайт dat.org.ua. Там есть раздел «Стипендии». Там обычно около 11 пунктов стипендии, и, значит, там есть различные направления для различных факультетов, пунктов, 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 мастеров. Вот. И что, значит, dat предлагает вам? Будущий студент, он у нас на английской теологии, я об этой программе вообще ничего не знал. Если бы узнал, наверняка поучаствовал. Там есть программа для лингвистов. То есть, dat и там, может быть, это... Под пункт идёт стипендий dat.org. В принципе, в этой презентации об этом рассматриваются. Цель стипендии и так далее, длительность бакалавра. И потом можете пробовать поступать на магистов в Германию. Например, dat гарантирует стипендию для магистова. Это 750 евро в месяц. Для аспирантов 1000 евро в месяц. Нужный документ. Значит, когда вы оканчиваете бакалавра, то вам понадобится перевод вашего диплома. И нужно будет автобиографию написать, мотивацию вашего обучения и так далее. Ну, я думаю, со всем списком вы можете познакомиться непосредственно на сайте. Начинайте смотреть уже где-то в августе. Потому что эти стипендии обычно запускаются с сентября и октября. Так что обратите на это внимание. Проект я вместе со мной. И, собственно говоря, мы вместе списали проект. Он там назывался Dat Stud in Ryzen. И мы, собственно говоря, выиграли этот проект. Так что я вам советую обратить внимание на Dat и участвовать в этих стипендиях. Все реально, но просто много документаций. Ну, это вы переживаете, надеюсь. Значит, как вы знаете, в Германии в некоторых Bundesländer можно учиться бесплатно. То есть там только есть какие-то студенческие сборы. Номинал как-то 100-150 евро. То есть немного. При этом у студента есть замечательная возможность подработать. Учите, ищите университет. Подавайте свои заявления. И вперед. От точно. И учиться. Вот. Можно также, скажем так, если вы студент первого курса. Вы захотите учиться в Германии или Австрии. Вы также можете это сделать. Для этого вам понадобится перевод вашего левеносоциального и, значит, вашего свидетельства со школы. Так что это все реально. Вот. Обратите стипендиум.де. Это сайт довольно-таки интересный. С января начнется стипендия 2013. Сам хочу в ней поучаствовать. Значит, эта стипендия покрывает не только обучение. Ну, может проходить не только обучение. К примеру, если у вас есть какая-то музыкальная группа, даже там. Вот. И вам там нужно купить два микрофона. Вот. Если вы удачно все это объясните. Зачем, почему и как. То, скажем, немцы могут выделить на это деньги. Там, например, 500 в урок. Сколько там вы попросите. Так что тоже попробуйте. Вот. Ну, и, значит, в Австрии тоже возможно учиться бесплатно. В принципе, как и в Германии. Язык тоже немецкий. И там очень много программ презентуют, значит, их. В общем, это сайт Гранц Гуд Ат. Можете себе это записать. Потому что, потом можете проверить. То есть, по вашей специальности можете прописать и вам выпить несколько стипеней, которые вам предлагают продукты. То есть, можно? То есть, можно? То есть, вы должны предлагаться министерство Мавстрии. Так же самое конспирантуру можете не прописать, как и в Германии. Ну, ну, значит, если вы готовы учиться в Германии или в Австрии, вам понадобится перевод ваших дипломов, к примеру, если это бакалавр. А дальше немаловажно наверху ваших знаний. Ну, ну, да. Это Deutsch als Fremskarte des Damm. Он стоит в Украине где-то 120 евро. То есть, еще 200 гривен, около того. Вот, и, по-моему, уже в зависимости от университета, но обычно это B21 уровень знаний языка. Так же вы можете учиться на английском в Германии и в Австрии. Для этого тоже ищите соответствующие программы. Вот, в интернете, в принципе, есть еще масса различных штифлинг, там, FAU, то есть, этих сообществ. Можно просто поискать, поинтересоваться таким образом себе немножко изменит будущего. Спасибо за внимание. Думаю, было интересно. Спасибо. Ребята, мы сейчас напоследок с вами поиграем игру Евробинга, Германия. Нам нужно семь сольчаков, желающих поучаствовать. Ну, вначале я расскажу, в чем суть, да, самой игры. Я каждому желающему поиграть в этой игре раздам лист анкеты, на которой размещены вопросы касательно Германии. Но вы сами, вы подпишите, конечно, свою анкету, но сами не имеете права вписывать правильные ответы. Вы подходите ко всем присутствующим на сегодняшнем мероприятии. Можете спросить, ответь мне, пожалуйста, на вот этот вот вопрос. Человек вам отвечает, вы можете подойти потом к другому человеку, тоже ответить на вопрос. И кто больше соберет правильных ответов за пять минут, тоже получит у нас приз от представительства ЕС Украины. Но сами вы не имеете права вписывать вам ответы. То есть вы можете, как у участников игры, вам спрашивать ответы на вопросы. Так же самое можете у всех просто присутствующих, кто не участвует в игре. Все правила понятны? Есть желающие? Кто у нас хочет поучаствовать? Есть уже первые желающие. Ребята, кто? Мы сейчас я вам разомручки, вы встанете, чтобы вам было удобно обмениваться анкетками. Давайте я передаю. Кто кончится сейчас? Берите. Не переживайте вопросы. Берите, девчоночки. Передаю туда. Ну давайте. Вам. Вам передайте, пожалуйста. И еще вот. Ну давайте. Выше? Доставайте ручки. У кого нет, могу дать. Подписывайте свои анкетки сначала. Потом отодвигайте стульчики, наверное. Вставайте, чтобы вам было удобно обмениваться. Чтобы за пять минут вы успели как можно больше собрать правильных ответов. Вот. Я хочу что-то делать. Я хочу. Выше? Ребята, только не добавьте анкеты подписывай, чтобы потом определить победителя. Завтра пострады все. Я думаю, что у меня будет нефильники, а то потом... ...востоящие... ...воспоедские... 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 Вы мне подносили, я буду проверять. Так тебя могут дышать. Все время прошло, давайте будем проверять и узнавать, кто он самый лучший знаток в Германии. Сейчас как раз вместе, как раз проверим. Является ли Германия членом НАТО? Как вы считаете? Является. Правильно. Является. Ой, ребят, смотрю, является. Да. Нет, мне правильный ответ. Это я просто отмечала и по инерции сказала. Правильный ответ – да. В городе Германии находится большинство федеральных министерств. Какой город вы написали? Берлин. Не Берлин. Были еще варианты? Нет. Франкфург, Наталья. Город Бонд. Дальше. Кто такой германский фундеставр? А как мне? Нам, я вижу, правильно ответили. Это парламент. Правильно. Это парламент. Дальше. На немецком языке государство называется Deutschland. Название Deutsch. А вот что? Вот часть, тут записано, что означает, это первая часть, имеющая отношение к народу. Ален. Что такое Ален? Страна. Страна. Правильно. И земля. Страна. Точно? Ну, в переводе это называется страна. Груб. Груб. Не земля. Это словно отдельно. Там и земля, и страна. Нет, иначе я смотрела страна. Не земля, и страна. Мы знаем, как земля в английском. На английском тоже земля. И страна. Страна. Ну, хорошо, я засчитаю этот ответ. Вы, как филолог, я вам доверяю. Но я посмотрела, что вот страна. 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 Тут у меня вообще нет. Тут есть, тут есть. Так, продолжаем. Ну, тут даже говорим. Вот это мне нравится. Земля, страна. Леш. Land. Land. Что означает это? Да? Немецкий, я просто не знаю. Да, что в переводе обозначает. Страна. И страна, и земля. Или только... И так, и так. Все, ребята, засчитывайте. Так, дальше. Что назвали именем Германия? Как вы считаете? Варианты. Кто написал астероид? Это правильно. Назвали астероид. А кто-то написал астероид? Пока я еще не вижу. Думали. Думали, да, но никто не написал. Населенный пункт все написали. Или изобретили. Так, продолжаем. А производство какого продукта Германии является лидером среди стран Европейского Союза? Кто что написал? Светло. Сахарное. Молоко. Кто-то написал молоко? Да. Так, дальше. Что такое ФРГ? Я говорю, Россия, да? Активная республика Германия. Как называли самое крупное озеро в Германии? Кто-то написал? Да. Да, написали. Ходенское озеро. Правильно. Как называется второй по величине город в Германии после Берлина? Я вижу, что уже есть правильные ответы в анкетках. Это Гамбе. Правильно. Те, кто написал Гамбе, правильный ответ. Ответ. Государственная Германия. 16. Правильно. И 16. Кто-то вошел. Молодец. Есть же. Молодцы, ребята. Пока всех, вот я смотрю, у всех правильно. Нет, у кого по 26? Наговата. 16. Правильно. 24. Ну, нет. Не угодно. Назовите основателя немецкого протестантизма. Сегодня уже был в Викторине этот вопрос. Вы ответили? Да. Есть, правильно. Я уже вижу. Маленький, милый. Они у всех, но есть. Ирланд. Дальше. В каком городе находится самый крупный аэропорт Германии? Правильно. Сранкккорд на майне. Хорошо. Что в переводе на русский язык означает? О, а ну-ка помогайте мне. О, завт, ис. Правильно прочитала? О, завт, ис. Ну, что означает, Леш? Саняну. Какая? Саняну. Ты не знаешь? Откупорено. Почему? Написали, отлично, да? Звук точно передали. Кого-то превосходно. Как называется самое большое народное пивное гуляние в Германии? Сегодня тоже вспоминается. Правильно. Думаю, все правильно ответили. А, у кого-то изиберд. Дальше. Что-то наша сила утверждает о себе германский союз чиновников. А что для них сила? Равность, близость, вера или правда? Правильный ответ – близость. Близость для нашей сила. И последний вопрос. Когда немцы начинают празднование Рождества? Назовите число и месяц. Да, да, да. Звучит число и месяц. Все, так, все, подсчитывай. Шварц, Патриция. Запоминаем у вас. Раз, два, три, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Правильный ответ. Дальше. Тублиненко, Александр. Правильно я прочитала по-моему? Да. У вас. Три. Гаври Люкроман. Гаври Люкроман. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тоже девять. Леховская Екатерина 1, 2, 3, 4, 5 Посмотрим, кто у нас наше золото на конце, посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, это Лялина Алина 6 Клинчук Тоня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 И последняя аскетка Арабаджан Ирины 1, 2, 3, 4, 5 Поприветствуем ребят аплодисментами и мы вам вручим небольшие поощрительные призы. Передаем, пожалуйста, ребятам. Ребят, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли к нам на мероприятие, на презентацию. Будем рады вас в дальнейшем видеть у нас в центре на наших мероприятиях и презентации. Всего вам хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok